В священную войну! В священную сегодняшней великой дате, 70-летию нашей победы, победы советского народа Великой Отечественной войны. Уважаемые телезрители, дорогие рязанцы, наш коллектив поздравляет вас с этим великим праздником. С Днем Победы! С Днем Победы, дорогие друзья! На площади Ленина завершаются последние подготовительные мероприятия к празднику песни в солдатском строю. Этот праздник, ну, это изюминка нашего рязанского парада, нашей рязанской традиции встречать День Победы, отмечать этот праздник. И сейчас на центральной площади нашего города находится наша съемочная группа, наш корреспондент Олеся Харлина. Я попрошу ее выйти в эфир. Олеся, здравствуйте! Скажите, как настроение на площади, как идет подготовка, что у вас там происходит? Доброе утро! Здравствуйте, студия! Здравствуйте, уважаемые телезрители! С праздником вас! С Днем Великой Победы! Мы в центре города, на площади Ленина. Очень приятно смотреть на ветеранов. Такие красивые, так красиво блестят их награды, ордена. И мне очень приятно, что сегодня на зрительских трибунах очень много детишек. Это значит, внуки, правнуки помнят о Великой Победе. Буквально 10 минут назад еще здесь шли репетиции, но вот уже первые колонны, и мы готовы встречать самых главных. Спасибо, Олеся! Спасибо, спасибо, площадь Ленина, телекомпания «Город», телеканал «Городской» сегодня два с половиной часа работает в прямом эфире и в режиме онлайн передает вам все, что происходит на главной площади города. В студии на Скомарошинской 5 я, Евгений Зызин, и совсем скоро ко мне присоединится мой коллега по сегодняшнему репортажу. Это известный в Рязани человек, председатель Рязанского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Сергей Караев. Он сейчас в данный момент пока в центре торжественных мероприятий, но совсем скоро должен быть в нашей студии. Действительно, великая дата, великая дата, 70-летие Победы. Вот такие цифры. Всего за годы Великой Отечественной войны на военную службу было призвано 29 миллионов 574 тысячи человек, что с учетом уже состоящих на тот момент на военной службе составило 34 миллиона 476 тысяч человек, а всего численность населения Советского Союза в 1940 году составляла 194 миллиона человек. Вот по этим цифрам можно понять, что война 41-45 годов затронула буквально каждую семью. Рязанцы не стали исключением. Уроженцы и жители нашей области сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. Около 70 тысяч наших земляков за боевые подвиги были награждены орденами и медалями. Из них около 294 человек стали героями Советского Союза, в том числе две женщины, штурманы ночных бомбардировщиков, 25-летняя капитан Антонина Зубкова и 24-летняя лейтенант Екатерина Рябова. Среди выдающихся летчиков-асов советской авиации был уроженец Захаровского района Алексей Хлобыстов, на счету которого 30 сбитых вражеских самолетов и 3 тарана. 25 летчиков-рязанцев совершили наземные и воздушные тараны. Полными кавалерами Ордена Славы стали 60 рязанцев, 5 из них погибли на фронте. Навечно зачислены в списке личного состава воинских частей 16 наших земляков. Пожертвовав собой ради победы и спасения жизни товарищей, грудью легли на амбразуру вражеских дзотов и дзотов гвардии рядовой Александр Типанов, младший сержант Алексей Каширин, младший сержант Александр Фирсов. Сегодня мы вспоминаем их, сегодня вспоминаем всех наших дорогих ветеранов. Сегодня мы честуем всех тех людей, которые ковали эту великую победу на фронте или в тылу. В течение апреля-мая в эфире нашей телекомпании мы показывали репортажи, даже это, наверное, сложно назвать репортажами, это скорее очерки. Это очерки, это прямая речь детей войны. Сегодня им уже по 80-90 лет, но они помнят свои детские годы, как будто это было вчера. И пока на площади Ленина все готовится к главным торжествам, мы предлагаем вам посмотреть один из этих очерков «Дети войны» Евгения Серова. Я попрошу нашу аппаратную запустить этот очерк в эфир. Субтитры создавал DimaTorzok Дети войны Я уроженка села Большая Алексеевка Базарно-Кораблакского района Саратовской области. В Мехаде мы оказались в 1933 году, когда был голод на Поволжье. Мы, значит, мама, бабушка и нас четверо детей. Сами младши. Всего утверждения хорошо вспоминала. Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Сегодня в четыре часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Я помню папа, он же гражданскую воевал. И пришел, это, он в 17 лет бригадиром был. Пришел в дом, коров пригнали. Коров пригнали, коров загонял. Пришел, говорит, да, наверное, я с вами прощуся. Война, война. И ему повестка прям первым. Приемный пункт был в морских. Всю ночь не спали, сухарики сушили, мать дала сал достала, носки ям вдвое. Все положили в рюкзак и пошли его провожать. В 41-м году, в декабре месяц, когда в наш город Михайлов пришли немцы, мне было безнеслик в месяц 5 лет. Эти дни я очень хорошо помню. Два дня они там находились. Вошли когда немцы, я была в школе. Учился, наверное, по-моему, в 3-м классе, да. И вот большая перемена. Нам в то время уже давали кусочек хлебушка чёрненького и 10 этих изюмок. На большой перемене. Ну, мы съели завтрак, сели за парты, и вдруг начался гром. Вроде было солнышко, так хорошо было. Ноябрь месяц, почему я в ноябрь месяц запомнился, потому что немец у нас был 2 недели только. Бой был на Чёрной горе. Там был монастырь, старинный монастырь, очень большой. Как мимо идёшь, глазницы, одни окна, обвалы, обвалённые были. Там был церквей, по-моему, 3 или 4 в Лещенке. Тут, рядом с пекарней, 2 школы разбомбили этот монастырь. Ой, такое было страшное наступление. Такой был гром. А мы, вся улица, сбежали в этот подвал. Застрелили директора Чатинской школы Милосердина. Я потом в школу, когда пошла учиться, его жена была директора. У двоюродной сестры застрелили сын тоже Виктора. Был директор за год Зерно Рябов, его сын застрелили. В битре огненный, чёрным воронам Налетела нежданна беда Разбросала нас во все стороны С детства нас разлучили навсегда Мы вышли на улицу, а там ходят немцы в этих шинелях, сапожки, эти шапочки на них. Такие обмотки были, вы-то не помните, у солдат серые, широкие, как бы, какие-то они, как вязанные. И они вот так вот все были замотаны, замотаны шея и каска сверху одета. Они в этих шинелях, такие холодные, потом разговоры были, они говорят, бабушку там какую-то разурь валенки сняли, по квартирам стали ходить, тёплые вещи забирать, у кого одеяло, у кого там пальто какое-то. Ну, они спрашивают валенки, а мама как-то на хорошей, куда-то она умудрилась, прятала, рваные лежат за печкой, это плохо. Посмотрел на печенье, лежит на печке, он говорит, это партизан, на неё, хотел её застрелить. Мама бросилась ему на руки, говорит, это дочь, любого спросить, она болеет. Ну, правда, он её не тронул. Я вот помню, я как ел, сняла, у меня рот раскрыт был, я так от испуганной, не знаю, сколько сидела. Как она называется, свастика? На рукавах, на шапочках, эти череп, кости. А мы-то сидели, нас мама не выпускала, а брату 16 лет было, было, и там такая улица была, Нижняя Зарайская, вот как раз нам дали эту квартиру. Там очень много было мальчишек, больного возраста. И они все выбежали на улицу и спрашивают, вроде там, ой, чего это вы, вот какие вы? Ну, мальчишек, любопытство. Они говорят, будем аэродромы строить, аэродромы строить. Какие аэродромы, где аэродромы? Ну, вот парк, там вот на железной дороге, парк, вот там в каком-то парке, какие разумы, висельцы. Они должны были строить висельцы. Мотоциклисты наши не могли подняться в горку здесь. Вот где наша была квартира, была такая горка, и они не могли подняться, потому что снег, мороз. И вот ребятишки все опять сбежались, брат мой был там, и они стали помогать мотоциклу. И в это время налетели немецкие самолеты, стали бомбить, обстреливать этими из пулемета. А Боря, брат, прижался к стенке, и его, знаешь, попал осколок от пули, легкая, в легкое попало. Что мне еще запомнилось, все наши солдаты были в белых полушубках, шапьюшанки, валенки. Потом нам сказали, что это сибиряки освобождали. Рисуют мальчики войну, рисуют танки и катюши, висят вовсю листа в длину, снаряды желтые, как груши. Вот членная дорога от нашей деревьи 2 километра. По этой дороге шли составы, значит, везли вооружение, солдат. И немцы, они знали эту дорогу, и знали, что по этой дороге везут. И не один раз, ну вот однажды, немецкий самолет пролетал, и в основном они летали ночью или вечером, в сумерках. Освободили тут Михаилов как раз в день моего рождения, в ночь на 6 декабря. Как раз мне было 10 лет, первый мой юбилейный такой год рождения. Заселала глаза ночь кронежная, подал пепел опять и опять. До спасения и надеждою нам была только Родина священная война. Да, действительно, вот посмотрев этот видеоочерк, лишний раз понимаешь, какие же все-таки великие наши дедушки и бабушки, люди, которые пережили ту страшную войну. С праздником, дорогие рязанцы, с 70-летием Великой Победы, телекомпания «Город», телеканал «Городской» ведет прямую трансляцию с главной площади города, с площади Ленина. Сегодня в прямом эфире мы показываем главные торжества и вместе со мной в студии мой коллега по городской думе, хороший товарищ и просто замечательный человек, председатель Рязанской областной общественной организации Российского союза ветеранов Афганистана Сергей Караев. Сергей Антеевич, приветствую. Добрый день, дорогие рязанцы. С праздником. В каждом случае поздравляю всех ветеранов, тружеников тыла, всех тех, кто ковал вам победу, кто вырвал ее из фашистских лап и от лица всех поколений последующих. Я всех поздравляю, от души желаю доброго здравия, прекрасного настроения в такой солнечный день. И всем, всем, всем жителям нашего города, нашей необъятной Родины, я желаю чистого и мирного неба над головой. Сергей Антеевич, ну вот по традиции у нас празднование начинается с возложения венков к мемориалу Победы. Там же проходит военный парад гарнизона. Вы успели, в отличие от меня, там побывать сегодня. Кстати, наша съемочная группа там работает, и мы обязательно чуть позже покажем, что происходило на площади Победы. Скажите, вот как настроение это вообще в городе? Вы знаете, вот хотел бы отметить особо, что уже не знаю, что послужило таким фактором. Ну, естественно, праздничное настроение, вот преддверие вот этого вот парада, люди с флагами, ветераны, труженики все наши, там, жители города вышли, все нарядные, улыбаются, солнце. Ну, в общем, настроение, да, очень-очень такое на подъеме, приятное, все довольны. Ну, надо отметить, что общая атмосфера праздники в городе присутствует, и особенно вот площадь Победы, где происходит сейчас у нас начало нашего парада. Ну, чувствуется, вот именно витает прям торжественность такая. Уважаемые друзья, я еще раз хочу напомнить, что мы обязательно покажем вам, что происходило на площади Победы. Сейчас войска Рязанского гарнизона постепенно перемещаются с площади Победы в сторону площади Ленина. Сюда же перемещается, насколько я понимаю, парад победителей. Свыше 34 тысяч рязанцев зарегистрировалось для участия в этой акции. Они обязательно пройдут по нашей центральной площади с фотографиями своих великих предков. Мы это обязательно увидим и покажем вам в прямом эфире. Будьте с нами. Телеканал «Городской» сегодня работает в прямом эфире до часу дня. Все основные торжества мы покажем вам в прямом эфире. Ну, вот уже, насколько я понимаю, появляются на площади первые люди с фотографиями. Это как раз те люди, которые зарегистрировались на сайте «Парад-62» и участвуют в акции «Парад-победителей». Сергей Теевич, много было таких на площади Победителей? Да, вы знаете, хотел бы еще отметить эту тенденцию, что очень много молодежи пришло с фотографиями. И, знаете, хотелось бы воспользоваться таким словесным оборотом, что становится трендом. Вот именно не стесняться выставлять и гордиться тем, что действительно родственники принимали участие и победители. То есть я тоже немножко волнуюсь, прошу прощения. Поэтому, что бы хотел сказать, что помимо, конечно, ветеранских и людей военных, которые там присутствуют на этой площади, среди гражданских тоже я вижу, что у нас трое такое торжественное и очень праздничное. Вот я с утра выезжал на работу, вы знаете, просто вот такое броуновское движение в сторону наших центральных площадей. Действительно, идут семьи, идут с маленькими детьми, дети на плечах с георгиевскими лентами. Это действительно очень красиво, это очень важно. А вот сейчас, если можно, попросить оператора взять крупно, как украшена вот эта высотка, здание Академии ФСИН. Впервые Александр Александрович Крымов, начальник Академии ФСИН, это его была идея, красиво украсить здание. Оно украшено баннером, логотипом 70-летия Победы. И когда едешь по нашей центральной площади, что с одной стороны, что с другой, здорово, здорово, что вот пошли на такой шаг. Вы знаете, действительно, это говорит о том, что все наши рязанцы, все помнят, все чтут этот юбилей. И эту Победу действительно очень здорово. Ну, на площади Ленина мы сейчас можем констатировать факт, что вот выстроились наши барабанщицы. Кстати, это барабанщицы Рязанской Академии ФСИН. Вот Победа 70 лет. Здание Академии ФСИН. Ну, собственно говоря, все наши горожане, все жители Рязани этот баннер видят. Да, каждый привносит свой штрих в эту праздничную атмосферу. Слава Богу. Сергей Анательевич, ну, воины афганцы, ветераны локальных войн, для них День Победы – это тоже особый юбилей. И сегодня тоже в строю, насколько я понимаю. Я вот вас к нам из студии, из строя, что называется, в Бедерно. Пригласил из строя. Да, действительно, видимо, все, скажем так, наши подвиги и все наши бытовые дни службы, все основывалось на том, что наше поколение было воспитано именно на победе, именно на уважении к старшим. И, естественно, зная, что твои предки являлись такими героическими людьми, мы тоже старались не упасть лицом в грязь. Мы поддерживали высокое звание советского солдата. Ведь мы не только воевали, а там и строили, и все, что сейчас по отзыву афганцев. Кстати, на площади в колонии Союза ветеранов Афганистана присутствуют и представители афганской диаспоры, которые до сих пор с благодарностью говорят о том, что действительно русские и советские солдаты принесли в Афганистан достаточно много конструктива, построив, а не только разрушая, как сейчас это осуществляют войска коалиции НАТО, которые только бомбят, ничего не делают. Да, спасибо. Спасибо, спасибо, Сергей Андреевич. Мы продолжаем работать в прямом эфире. Сейчас, пока идет подготовка, еще один раз прервемся и послушаем стихи о войне. Их автор – рязанский поэт Сергей Писак. Он принес в нашу редакцию видеоролик со своими стихами, которые сам написал, сам записал, смонтировал. И пока на площади Ленина все готовится к главным торжествам, давайте послушаем стихи. 9 мая. Память. Но почему мы так рыдаем, когда приходит этот день? Быть может, мы так поминаем тех убиенных вдалеке. Они безмолвствуют в могилах, лишь озирая нас с высот. Как ангелы, они живые, и жизнь дают, и радость слов. Они хотели к нам спуститься, но эта, блажь, так далека. Они отдали столько жизней, чтоб чтили их мы сквозь века. Музыка. 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 Мне кажется, порою, что солдаты с кровавых не пришедшие Не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они уходят фронтовые. Жизнь оставляет века след. Что сделали они родные? В водовороте войн побед. Судьба воздала им тот подвиг и уважение детей, что не померхнет совесть многих о памяти минувших дней. Они уходят фронтовые, что пережили страсть войны. Судьба брала их в рядовые, чтоб защитили честь страны и проходили сквозь окопы. На миг забыв про жизнь любя, они сражались в пехоте, в атаку шли на гибель дня. Они уходят фронтовые, как жаль, бессмертен только дух. Потомки, помните могилы, несите скорбь туда разлук и, осознав всей жизни радость, выберегите прошлый след. Молите памятью тех павших уже давно минувших лет. Это были стихи о войне рязанского поэта Сергея Писаки. В ролике, фотографии его отца, фронтовика, ветерана Великой Отечественной войны в этом году. Несколько тысяч медалей 70-летию Великой Победы были вручены рязанским ветеранам. Я сам лично участвовал в этом вручении. Это действительно непередаваемое ощущение, когда ты общаешься с ветераном, когда их награждаешь. Вы видели сейчас глаза этого человека. К сожалению, он не дожил до 70-летнего юбилея Победы. Царство ему небесное и вечная слава. Ну, а пока этот ролик шел в эфиры, на площадь Ленина подъехали автобусы с ветеранами. Ветеранами Великой Отечественной войны. Они сейчас занимают места на трибунах. И уже буквально практически все готово к началу торжественных мероприятий. Мы видим, что на площадь Ленина подходит очередная колонна. Люди на трибунах. Все с георгиевскими ленточками. Много молодежи, с детьми. Телеканал «Городской» ведет прямую трансляцию с главной городской площади. У микрофона в студии на Скоморошинской. Евгений Зызин и Сергей Караев. На площади Ленина работают Олеся Харлина и Глеб Галушкин. Сергей Анатольевич, действительно, ролик, который вы сейчас посмотрели, это простой рязанец. Увековечил таким образом память не только о своем отце, но обо всех ветеранах. Все-таки здорово. Здорово, что помним мы. Здорово, что столько лет прошло, а вот эта память никуда не девается. Просто, конечно, это факт именно в рамках семьи, то, что человек действительно создал ролик о своих родителях, посвятил им такие прекрасные строки. Ему низкий поклон за то, что он своим примером воодушевляет нас всех на это. А вот мы сейчас видим, идут руководители Рязани, Рязанской области. Аркадий Васильевич Фомин несет фотографию своего родственника, губернатора Олега Ковалева. Он также принимал сегодня участие в акции «Парад победителей». Фотографии имени своего отца. Губернатор Олега Ковалева внес в базу данных акции «Парад победителей». Его отец Иван Николаевич Ковалев, служил на Дальнем Востоке, был награжден орденом Красной Звезды. Руководство региона занимает сейчас места на трибунах. Мы видели, что среди прошедших по площади Ленина был и митрополит Рязанский, и Михайловский Вениамин. Русская православная церковь и во время войны была вместе с нашим воинством. И сегодня принимает активное участие в памятных мероприятиях. Да, кормляли ребят, и, как говорится, в окопах атеистов нет. Все-таки, что там отдать должно, все уплывает на войну Божью. И не то, что именно ему должно в этом бою или в любой другой ситуации повезти. Поэтому, конечно, ни с чем не сравним подвиг бойцов Красной Армии, которая, все-таки, с моей точки зрения, не говоря уже о том, что я являюсь непосредственно, естественно, продуктом советской эпохи, понимая, что основное и ключевое значение в Великой Отечественной войне для нас и во Второй мировой войне во всем мире, естественно, произвела советская армия. В основном, приняв на себя этот удар и практически в одиночку, длительное время до открытия второго фронта, справлявшуюся это и переломившую ситуацию под Москвой. Сергей Ильич, ну для вас война действительно это не просто слова. Вы хлебнули в Афгане своего. Вот все-таки День Победы, вот что он значит, да? Вот как вот двумя словами можно, тремя словами описать этот день в жизни человека, который познал, что такое война? Ну, вы знаете, вот даже находясь на боевых операциях, уже там, уже в Афганистане, не менее всегда вот это ожигание парада именно 9 мая, как праздник, и именно не того, что даже для солдата выходного дня, а именно с чувством гордости. Все, естественно, так же, как и в любых условиях, военные люди, они готовятся, ночью гладишься, подшиваешься. И самое главное, что на построение, на пласт ты уже выходишь со своими, к тому моменту, завоеванными наградами, со своими знаками и отличиями и гордо стоишь в строю приветствия командира ли полка, командира либо батальона, либо начальника гарнизона, как сегодня. Но, тем не менее, это делаешь искренне и гордясь тем, что имеешь отношение к такому великому народу. Скажите, а вот афганцы, противники, они пытались как-то провоцировать в День Победы, я не знаю, столкновение, что называется, испортить праздник? Ну, вы знаете, это бывало, конечно, в разные моменты. У меня, на моей памяти, таких случаев нет, но, тем не менее, еще раз подчеркну, что каждый человек, ну, во всяком случае, как говорится, что должен иметь достойного противника. И если ты с достоинством относишься к противнику, тем самым ты, как бы, ну, не то, что вынуждаешь, а понуждаешь его точно держаться в некоторых там правилах, ну, насколько они возможны, конечно, в военной обстановке, там, в бою, там, и все прочее. Ну, наш батальон был при командировании 70-й бригады, стояли мы в Кандагаре. И хочу отметить тот факт, что за благородство солдат на войне нашего командира батальона неоднократно мажахеды пытались, ну, примировать или, как сказать, одарить различными, там, ну, трофеями, шашками, там, по-афгански это бакшиш называется, и даже один был случай, когда ему пытались поднести машину за то, что при проведении операции налета на кишлак случайно раненую женщину и мальчика перевязали, оказали первичную медицинскую помощь и аккуратно перенесли в место в зеленки, где они спокойно дождались отхода нашей группы, и после этого им было оказано уже помощь они свеча. Итак, на площадь Ленина заходят участники областной патриотической акции Парад Победителей. Еще раз скажу, что по данным на 8 мая, я вот вчера заходил на сайт парад62.ру, 34 с лишним тысяч рязанцев зарегистрировались на этом сайте для участия в акции. И вот сейчас Парад Победителей заходит на площадь Ленина, давайте посмотрим и послушаем. Время неумолимо бежит вперед. С каждым днем все меньше героев-победителей рядом с нами, но в наших силах сделать их присутствие на Параде 9 мая реальным. Память о них в наших сердцах, а их портреты в руках потомков. В 2013 году рязанцы впервые вышли на улицы с портретами своих дедов и прадедов. В 2014 инициатива проведения Парада Победителей получила поддержку губернатора Рязанской области, а число участников акции достигло 20 тысяч. В год 70-летия Победы. Парад Победителей – одно из главных торжественных мероприятий. В праздничных шествиях принимают участие более 40 тысяч жителей Рязанской области во всех 29 муниципальных образованиях. Рязань приветствует Парад Победителей! Ну вы все видите и все слышите сами. Действительно, аплодисменты. Акция. Кадры, от которых, что называется, мурашки по коже бегут. Поколений и профессии, став свисующей нитью между прошлым, настоящим и будущим. И собрав в единой истории каждой семьи в летопись великой страны. Спасибо за победу! Спасибо за победу! Вы слышите скандирование «Спасибо за победу». Действительно, очень здорово, что вот эти молодые и не очень молодые люди, что вот дети с колясками, что все в этом строю, в этом строю Парада Победителей. Сегодня великий день, дорогие друзья. Сегодня 70-летие нашей, нашей победы. Победы великого советского народа, великой отечественной войны. Я не боюсь сейчас вот этих пафосных слов, потому что это действительно великая победа. Ее ковали великие люди, наши великие деды, прадеды, наши бабушки, все те, кто работал в тылу, все те, кто воевал на фронте. Очень большое количество людей в строю. Любой навыканцы здесь тоже наверняка есть. Да, да, они в колонии. Я бы хотел отметить, что, несмотря на то, что есть официально зарегистрированные, большинство людей, которые подходили с портретами камня, непосредственно просили организоваться, и мало того, что говорят, что они не успели зарегистрироваться. Так что я думаю, что наверняка количество резиденцев, принимающих участие в параде, значительно выше. Ну вот сейчас Виталий Попов, который ведет вот эту церемонию на площади Ленина, назвал цифру 40 тысяч, да? Да, допускается. 34 тысяч – это только то, что на сайте было зарегистрировано. А вот и действительно многие пришли незарегистрированные. Ну, тут такое дело, когда никакая регистрация, тут формального подхода быть не должно. Да, душевный порыв должен быть, в первую очередь, конечно. Потому что это немаловажно. И для каждого обратите внимание, что и дети несут с большим удовольствием это, и чувством гордости видно, что это нравится им. И самое главное, что они испытывают вот именно то чувство приемственности и традиции. Понимая, что когда-то их родственники принимали участие в войне, ковали эту победу либо в тылу, либо на передовой, но, тем не менее, непосредственно участие было. И вот, как вы видите, тут достаточно плотная колонна. Люди идут, не растягиваясь, насколько это возможно, сохраняя строй. Но четко видны у всех, в руках, портреты, кто сделает самостоятельно, что тоже немало привносит, скажем так, удовольствия в подготовке. Я хочу еще тут отдельные слова сказать в адрес наших образовательных учреждений. Очень большая работа была проведена в школах. Да, согласен. И уроки мужества сейчас возвращаются в наши учебные заведения, слава богу. Да, да, да. И вот мои дети, которые учатся в первом и третьем классе, они вот сейчас в очень приподнятом настроении. Вчера во дворе, в доме мы познакомились с ветераном. Мои детишки читали ему стихи. Было очень приятно, когда у человека слезы просто на глазах. И говорят, как же здорово, ребятки, моя мама умница, что вы это помните, что вы об этом знаете. Да, тут, как говорится, тот народ, который не помнит своего прошлого, не имеет и будущего. Поэтому я еще раз скажу, что слава богу, что у нас традиции наши возвращаются, что вот то, что вроде бы казалось потеряно с момента перестройки и начала новейшей истории России, тем не менее наш народ, слава богу и по воле божьей, все возвращается на крюки своя. Видно, это все-таки наши устои, и мы не можем без них. Как бы мы ни говорили, конечно, и в условиях всей этой глобализации, чего бы ни касались, тем не менее, каждый народ является самобытным. Мы, в том числе, являясь там, ну, если не лидерами, конечно, на планете, ну, точно не неприметными персонажами, это однозначно. Ну, просто достаточно, вы знаете, вот сейчас посмотреть, сколько мы говорим. Мы уже, по-моему, минут пять говорим в эфире, а колонна по площади Ленина все идет и идет. Это тысячи, это десятки тысяч людей, десятки тысяч людей. Со знаменем победы, как вот сейчас, с портретами наших великих дедов, наших великих предков, с георгиевскими лентами. Кто бы что ни говорил, действительно, мы вместе, мы едины, мы помним, мы чтим. Мы никогда этого не забудем. Да, и пока мы живы, мы будем это передавать нашим потомкам, и наши потомки это будут в дальнейшем, памятуя о том, что все-таки это была выкрана победа ради них, ради жизни на земле и ради того, чтобы чувство справедливости и освобождение нашей Родины все-таки от немецко-фашистских захватчиков. Ну, действительно, важно, что руководители нашего региона тоже вот в этой колонне прошлись с портретами, действительно, со стороны губернатора. Это показал, что он вместе с людьми, что он не какой-то небожитель, а он вместе с людьми. И его отец, который, как я напомню, был награжден орденом Красного Знамени, тоже сегодня здесь, в этой рязанской колонне парада победителей. И был. Посмотрите, каким воодушевлением все-таки люди идут. И вы видите улыбки, радость на лицах, потому что таким образом, знаете, как некоторые преемственности в поколении тоже присутствуют и чувствуются на, потому что, посмотрите, все идут с гордостью, высоко поднимая. Да, однозначно с гордостью. И вот, значит, я бы такого не видел еще. Я первый раз вижу такой шикарный парад победителей. Я никогда такого не видел. Ну, я признаюсь честно, хотя я, конечно, впервые присутствую в студии и осуществляю в партнерстве с Евгением, в зависимости от комментирования, но я тоже хотел бы отметить, что народу больше, стало значительно больше. И вот, участвуя в парадах предыдущих лет, я бы хотел отметить, что, конечно, настроение в основном у участников было все равно торжественно, в каком бы количестве кто-нибудь ходил, независимо от погодных условий, либо экономическое состояние в стране. Тем не менее, но вот сейчас это действительно, вот прям чувствуется подъем, подъем народа. Я так думаю, что это происходит, наверное, во всех городах, крупных или районных центрах, либо мегаполисах, либо деревнях и селах. Ну, там, конечно, парад не происходит, но тем не менее, вот такое настроение царит везде. Давайте послушаем сейчас площадь Ленина. Ребята, если можно, мы немножечко замолкнем в эфире, и дайте звук с площади, что там происходит. Ребята, если можно, мы немножечко замолкнем в эфире, У нас есть сейчас возможность поговорить в прямом эфире с участниками парада победителей. Я передаю слово Олесе Харлиной и Глебу Галушкину. Наши журналисты работают на площади. Ребята, пожалуйста. Еще раз с праздником всех, кто только что к нам присоединился. Хочу познакомить вас с Машенькой. Ей 10 лет. Сегодня она тоже пришла с портретом своего дедушки. Машенька, расскажи о нем, пожалуйста. Здравствуйте. Его зовут Петр Михайлович. Он выявил, его комиссовали в 46-м году, он только вернулся на родину. Когда ему... Чуть-чуть телезрителем. Он тогда был совсем молодой. Ему было 16 лет. Он, так сказать, его в 42-м или в 43-м году он попал в больницу и там долго лежал. Тогда его... Он пролежал, тогда еще до сих пор шла война и только в 46-м году он вернулся на родину. И так пролевал он только 3 года с половиной. А кто ждал его дома? Большая семья? Да, его ждала дома большая семья. Жена и дети. Машенька, теперь посмотри в нашу камеру. Тебя сейчас видит не только город Рязань. Давай поздравим всех ветеранов, всех, кто будет нас смотреть. Дорогие ветераны, я поздравляю вас с этой победой. Спасибо за то, что вы воевали. Если бы не эта победа, никого бы сейчас не было. Ничего бы вообще не было. Спасибо, Машенька. Спасибо. Спасибо Маше. Спасибо Олесе Халиной. Замечательные слова. Лишние подтверждения того, о чем мы с Сергеем Караевым говорим сейчас в нашей студии. Ветераны на трибуне. Черничкин, Дмитрий Черничкин. Черничкин заслуженный человек, ветеран, 90 лет активующий член общества, участвующий во всех патриотических, военно-патриотических, воспитательных мероприятиях. Имеет личный портрет с Медведевым и с Путиным. Выгодность президента. Сейчас он рядом с губернатором. Если можно, ребят, попробуйте взять крупный план. Рядом с губернатором Дмитрием Алексеем Черничкин, наш ветеран. Сергей Андреевич, продолжайте. Да, очень заслуженный человек, который с 16 лет тоже находился на войне. Как и дедушка Маши, который выступал сейчас и рассказывал свою историю. В 16 лет человек вынужден был убить первый раз врага, противника, немца. Конечно, для подростка это, не могу сказать, что осталось без, скажем так, каких-то следов. Но, тем не менее, это было дело за Родину. И сейчас вот я утвержден в этом, потому что общаясь с ним, я чувствую до сих пор такие твердые нотки в голосе. И Господь именно не оставляет его, потому что здоровье ему позволяет все это осуществлять, такую деятельность. Слава Богу, что такие вот ветераны присутствуют на своем, до сих пор вот таким вот именно сильными, волевыми и качествами, воодушевляя нас, продолжая лежать и готовиться к любому развитию событий, любая свою Родину. Поэтому, какие бы там планы, голубые бы там ни были, мы понимаем, что фашизм у нас так, как не прошел в первый раз, так он не пройдет. Если надо будет, я надеюсь, мы повторим с Божьей помощью. Да, я вот тоже сейчас вспоминаю, возвращаясь к тому, что очень много детей, да, среди участников парада победителей. Вот сейчас малыши совсем в пилотках прошли. Держа, вот это, по-моему, колонны ветеранов боевого братства, да, ветеровой на Афганской. Да, воин на Афганской, общая колонна Союза ветеранов Афганистана боевого братства и инвалидов. Сейчас возьмут ее крупно, эта колонна зашла на площадь Ленина. Послушаем площадь. Герои Советского Союза, герои России, обладатели орденов и немеркнущей славы. Герои локальных войн, да здравствуют участники локальных войн. Ура! Николаевич Тонда, заместитель вашей сырье, во главе колонны идет. Посмотрите лица ветеранов, все довольны, все гордятся тем, что находятся в стране. Юрий Михайлович Крамов, заслуженный тренер Российской Федерации по кикбоксингу. Достаточно много знаменитых и известных людей в колонне. Это тоже наша гордость, это наша гордость, это наш оплот. А это уже, по-моему, это уже приближаются участники... А, нет, это казачьи и кадетские классы. Это, к слову, о военно-патриотическом воспитании. Очень важный момент. Так точно, и наличие молодежи в наших рядах говорит о том, что действительно молодежь тоже воодушевина. И, посмотрите, с его тщательностью, с таким рвением они выполняют и держат строй. Валерий Красных, наш атаман казачий, возглавляет строй. Вот с нескольких камер идет трансляция. Тут и ветераны локальных войн, и казаки, и кадеты. Все сейчас на площади Ленина. Все объединены одним 70-летием Великой Даты. Наша страна вообще имеет славное военное прошлое. И во всех военных конфликтах надо дать должное. Мы никогда не ввели ни в составе Российской империи, ни Советского Союза захватический войн. Несмотря на то, что сейчас некоторая политика не преподносится это там, и начало Финской войны. И я не хотел бы создавать себя с какого-то исторического казуса или каламбура. А просто со своей стороны хотел бы подчеркнуть, что в нашей стране военные традиции чтятся очень высоко. Это является почетным не только во время Советского Союза, но и в текущее время, что человек, мужчина, настоящий, должен служить в армии. Абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Ну а вот на площади появляются знаменитые наши рязанские барабанщицы. Взвод девушек-барабанщиц Рязанской Академии ФСИН России. Слушаем. Взвод девушек-барабанщиц Рязанской Академии ФСИН России. 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 Это подразделение уже получило широкую известность далеко за пределами Рязанской области. Сегодня девушки выступают в особо торжественной форме и с новыми музыкальными инструментами, которые им подарило правительство Рязанской области. Рязанской области Пока работают барабанщики и барабанщицы, мы видим, что участники праздника песни в солдатском строю, кстати, он 48 по счету, уже готовы торжественным маршем зайти на площадь Ленина. И первыми этот праздник откроет парадный расчет офицеров управления Рязанского высшего воздушно-десантного командного ордена Суворова дважды краснознаменного училища имени генерала армии Василия Филипповича Маргелова под командованием полковника Николая Быченко. Сейчас это произойдет, ну а пока смотрим выступления наших прекрасных барабанщиц. Давайте поприветствуем. Свод девушек-барабанщиц. А мы начинаем. Барабанщиц в Рязани всегда приветствуем, это хорошо. Да, 17-й, 18-й, 18-й. И до сих пор Рязань звучит по всей нашей необъятной родине как столица ВДВ, поэтому, может быть, одна из причин, что открывает парад строевой песни именно... Войны-десантники, Ваши коллеги. Войны-десантники, Ваши коллеги. Войны-десантного командного ордена Суворова дважды краснознаменного училища имени генерала армии Василия Филипповича Маргелова под командованием полковника Николая Быченко с песней. Песня о советской армии. Ну что ж, сейчас мы все услышим. Я только хочу сказать, что в этом году парадный расчет, состоящий из более чем 600 офицеров и курсантов, представлял десантное училище в нашем городе Рязани. В строю офицеров управления училища 70 участников боевых действий и миротворческих операций. Более 200 офицеров награждены государственными наградами России. Среди выпускников училища 33 героя Советского Союза и 76 героев России. И четыре офицера навечно зачислены в списке курсантских родучилища. Песня о победе! И не любимая грантная армия, ждет наша Родина песню привет! Ждет наша Родина песню привет! Ну а на площадь заходит парадный расчет 137-го гвардейского парашютно-десантного полка под командованием гвардии подполковника Олега Черенкова с песней по всей стране от края до края. КОНЕЦ На площадь выходят сотрудники управления Министерства внутренних дел России по Рязанской области и курсанты Рязанского филиала Московского университета МВД России имени Владимира Яковлевича Киготя под командованием подполковника полиции Александра Шевелева с песней «Служить России». В сводном строю идут сотрудники ведущих служб. Они с честью продолжают традиции своих дедов, победивших в самой ожесточенной кровопролитной войне. За мужество и отвагу проявлены при выполнении обязанностей 886 сотрудников, награжденных государственными наградами Российской Федерации. Парадный расчет возглавляет подполковник полиции Александр Шевелев. Хотел бы отметить прекрасную подготовку все-таки. Прошу обратить внимание на чеканный шаг до линии строя. Посмотрите, вся выправка у всех участников парада. Ну просто прекрасно. Я вот, если честно, никакого чувства, кроме восхищения, наблюдаю сейчас и студии за этим, можно сказать, прямым эфиром, но не испытываю. Хорошо, смотрим, смотрим, наблюдаем. Академия ФСИН – традиционный участник парадов. ПЕСНЯ Перед вами курсанты-девушки Академии Федеральной службы исполнения наказаний. Традиционно самые красивые коробки, да, Сергей Антеевич, которые всеобщим вниманием мужчин привлечено. Затаю дыхание, ждем. Вот они, красавицы. Вот, посмотрите, даже несмотря на бытующее мнение, что женщины более лояльно относятся, скажем так, к строевой подготовке, я бы хотел отметить, что здесь прекрасно выверены движения у всех. С отмашкой, четко печатая шаг. Насколько это возможно женщинам. Да, есть такой вариант, что да, готовы пошли. Дайте, послушаем, как поют. ПЕСНЯ Знаете, мне такое впечатление, даже находясь в студии, мне кажется, сюда, как далеко у нас Комарошинскую, и то долетают, то звуки этих, да, чека и отговоротских хора вот этого. Не знаю, как у вас, Сергей Антьевич, а у меня прям душа, называется, развернулась и завернулась. Да, ну, такое зрелище, вообще, зрелище военного парада вызывает душевшего человека, если не участника, то зрителя точно чувствует благодарение и уважение. А сейчас мы услышим, наверное, одну из главных песен войны, священную войну, курсанты выпускного курса Академии ФСИН под командованием полковника внутренней службы Алексея Юрина. ПЕСНЯ 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 Снимает, как волна, идет война народная, священная война, пусть ярость благогатна! Встречайте курсантов высшего образования батальона специального назначения Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Под командованием командира батальона подполковника Дмитрия Шушпанова с песней «Нам нужна одна победа». Вновь ВДВ на площади, никто кроме нас. Точно, это подразделение специального назначения. Элита ВДВ. Элита ВДВ, друг ДШ. Выглядит готовы в любой момент, в любом месте, где поставленные задачи, в качестве собственной жизни. Десятый нас десанты подает! Десятый нас десанты подает! Встречайте колонну специального факультета десантного училища под командованием подполковника Романа Лучаева с песней «День победы». Сейчас еще одна коробка десантников на площади спецфакультет десантного училища под командованием подполковника Романа Лучаева и песня. Песня, которую знают абсолютно все. «Песня, что не знают все. День победы». «Хотелось бы отметить высокий уровень подготовки всех участников парада. Это мне, как такому, со строевой подготовкой, Это говорит о том, что было проведено достаточно большое количество репетиций, но все это было бы бесполезно, если бы люди участвовали в параде. Встречайте курсантов факультета среднего профессионального образования Рязанского десантного училища. Ровно сбалансированным хором ту песню, которую они выбрали в качестве своего презентации на этом параде. Молодцы, все молодцы. Факультет курсантов среднего профессионального образования Рязанского десантного училища с песней «Победа». Победа! 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 Крикующих на улицах с гордень! Победа! Победа! Мы все прошли через два границ, погибших за войну. Это была последняя коробка. Сейчас жюри специально будет определять победителей праздника «Песня в солдатском строю» от Сергея Антеевича. Вы бы кому отдали предпочтение? Ну, для сохранения, скажем так, своей толерантной точки зрения, если можно, я воздержусь. Я являюсь все-таки приверженцем воздушных десантных войск. Хотел бы отметить, что, конечно, быстрый натиск и решение вопроса, это военной стратегии допускается. И даже скажу, что позволяет решать очень многие задачи. Но, тем не менее, без других войск мы тоже не смогли бы существовать и выполнять полностью поставленные перед нами задачи. В плане их выполнения и дальнейшего закрепления и оборудования под наши нужды и цели. Ну и вот сейчас будет показательное выступление воинов-десантников как раз. Да, и можно еще раз просто насладиться прекрасной выправкой, прекрасным знанием каждого своего маневра и чувством локтя в строю. Абсолютно. Это одно из самых чувств, потому что без этого не добиться никогда синхронности. Смотрим. Ох, как хорошо на этой камере все видно. Погода нас сегодня, конечно, порадовала. Ну, с нами был. На самом деле, если не антич, то не может быть в такой день великий, в плохой погоде. Погода, да, только на месте. Ну, сейчас ребята демонстрируют строевые приемы с оружием, построение, перестроение. Достаточно сложные в отработке приемы, но... И сколько такое тренируется? Сколько вы тогда надо тренировать? Ну, знаете, как говорится, мастерство, оно приобретается, но его все равно, как бы там не было, периодически надо поддерживать. Вот такое для хорошей выправки, я считаю, это, ну, не менее года постоянных занятий, не менее, для того, чтобы добиться. Мы говорим о, ну, не о каких-то там способных людям, особенно физической подготовки, среднестатистически, солдат, курсант, обладающий, приходящие войска, вот он обучается, потому что, ну, вообще не характерно хождение человека в таком виде, скажем так, в такой форме, такой походкой. Поэтому для того, чтобы отбросить свои, так называемые, гражданские навыки и приобрести вот этот тянуть носок, четкий строевой шаг, чувство локтя и отслеживать не только, глядя на затылок впереди идущего, ну, и также, обладая периферийным зрением, обязательно отслеживать там линию строя, ну, достаточно сложно, так всего и не объяснишь. Я думаю, что для этого можно было бы провести целый мастер-класс, но все равно, пока ты не выйдешь на плац и не пройдет определенного периода времени при отработке повторения множества раз этих упражнений, ну, не добиться такого хорошего мастерства. Да, это действительно, ну, это очень сложно, очень красиво, очень зрелищно. Мы в прошлом году были с официальной делегацией в городе Брест, город Побратин, теперь город Рязани, с великой историей, и очень важно, что он стал нашим городом Побратином, и в Бресте есть, кстати, памятник рязанцам, погибшим, защищавшим Брестскую крепость, и этот памятник жителями Бреста очень чтится, там постоянно живые цветы, мало кто знает, но Зубачев, один из главных героев обороны Брестской крепости, он тоже рязанец, он уроженец Зарайского района, которая в годы войны входила в Рязанскую область. И вот в этом году, кстати, решением нашей городской думы в Рязани появилась улица Брестская. Я к чему о Бресте рассказываю? Мы на юбилее, на дне города Бреста видели выступление президентской роты почетного караула, белорусской. Конечно, незабываемое зрелище с Виталием Евгеньевичем Артемовым, в то время возглавлявшим городскую администрацию, ну просто вышли, не знаю, с каким-то таким ощущением, что это невозможно так сделать. И вот сейчас смотрю на наших воинов-десантников, ну знаете, я думаю, что они бы совершенно точно в белорусской... Могли в составе, да, 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 не затерялись бы, не затерялись бы. Ну конечно, надо дать должное всему нашему народу, в каждом городе наверняка есть герой, но я бы хотел отметить, что Рязань все-таки славится, несмотря на то, что наш город не был подвержен оккупации со стороны немцев. Тем не менее, рязанцы, впрочем, как и всегда, за всю историю Рязани мы знаем, что это город, обладающий немеркнущей боевой славой и являющийся для многих последующим, или на тот момент и противником, ну таким грозным словом Рязань. Я вот еще раз приведу цифры относительно участия рязанцев в Великой Отечественной войне. 70 тысяч уроженцев Рязанщины за боевые подвиги были награждены орденами и медалями, из них около 294 человек стали героями Советского Союза. Полными камальерами Ордена Славы стали 60 рязанцев. На вечно зачисленной списке личного состава воинских частей 16 рязанцев. Да, это вот сухиецы, 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 сухиецы. А так вот, даже давайте посмотрим имена тех людей, чьими именами названы у нас улицы. Это Каширин, Зубкова, Тейпанов, Березов, Среди Союза. Наши герои, наши герои, сограждане наши, наши земляки. Мало того, я сейчас хотел бы поделиться своим мнением. Вы знаете, был приятно, ну даже, скажу, удивлен, но в рамках деятельности Российского народного фронта проводилась инспекция, мной как уполномоченным представителем от штаба ОНФ, состояние памятников в районах. И, вы знаете, я хотел бы отметить, что все памятники находятся в хорошем состоянии, все подготовлено к празднованию. Все брельефы и стелы, героев, полных кавалеров, орденов славы и земляков этого района приведены в соответствие, все выровнено. Ну, в общем, атмосфера торжественности, она присутствует, конечно, и в районах. И люди, смотрю, готовятся, флаги, покрашено все аккуратно, почищено. Несмотря на то, что, может быть, там, конечно, у нас там бытовая наша там серость, иногда она захлестывает, тем не менее, к празднику мы всегда выкладываемся. И хотел бы поблагодарить всех глав района Рязанской области с тем, что они провели такое тщательное внимание и подготовили все это к празднованию 70-летия Победы. Вновь сейчас предлагаю переместиться на площадь Ленина, послушать площадь, что там у нас сейчас будет происходить, дорогие друзья. Показательные выступления. Это наши рукопашники, это наши спортсмены, школа Сене, насколько я понимаю, показательные выступления по рукопашному бою. Тоже больших успехов мы, кстати, здесь достигли. Вы знаете, школа Сене, это вообще, скажем так, детище именно российских просторов, потому что она была организована Тадеушем Касьяновым. Я, мало того, что по возвращении из армии тоже имел честь заниматься в рамках этой школы и получает там первичные, базисные образования, рукопашного плана. В Рязани все это дело возглавляет Евгений Жирихов, большой патриот спорта и просто очень хороший человек, хороший педагог. Привет ему большой, пользуясь случаем, передаем. А вот детишки, от мала до велика, что называется сейчас, демонстрируют свое мастерство на площади. Ну, я бы хотел бы тоже с своей стороны подчеркнуть, что и брат Жирихова старший, который тоже служил в Афганистане, длительное время служил в МВД и на сегодняшний день, находясь уже на пенсии, проводит активную политическую работу в рамках Единой России и вообще у него достаточно активная жизненная позиция. Поэтому я горден, что знаком с обоими братьями Жириховыми. Вот мы сейчас говорили о наших великих земляках, которых чтут в городе, именами которых названы улицы. И вот не упомянули Федора Политаева, национальный герой Италии. Его внук Федор Политаев, младший, кстати, сегодня празднует день рождения. Да, точно, да. Поэтому пользуясь случаем Федора, тоже в прямом эфире, поздравляем как достойного преемника традиций деда, поддержателя. И мало того, мы знаем, что в составе делегации муниципального он выдвигался уже неоднократно, имеет там достаточно хорошие, не только общественные, но уже и налаживает там торговые связи, помогая своему городу и своей области в плане становления вот этих вот межгосударственных отношений. Да, есть такое дело, Федор Политаев, ну действительно, внук героя Советского Союза, национального героя Италии, не мог родиться с именем Федора ни в какой другой день, кроме как 9 мая. 9 мая, согласен, да. Ну а у нас детишки продолжают нас радовать своими выступлениями. Сергей Анатольевич, посмотрите, какие тоже точные, а точные, синхронные движения. Я согласен, и хотел сказать, что эта техника, любая вообще, знаете, подчеркнув, что любое акропатическое либо действие физического характера имеет, скажем так, оценку, может иметь не оценку как совершенную, только в процессе его там непрестанное повторение и тренировки. Поэтому вот исполнение кота здесь прошло сейчас, я считаю, что очень высоким показателем синхронности. Мы благодарим аплодисментами молодые представители молодые представители в основном боевого единоборца Лизанской области, победители и призеры всероссийских международных соревнований. Продолжает наш праздник показательное выступление по рукопашному бою в исполнении курсантов первого батальона Рязанского десантного училища. Ну, одна из главных изюминок, традиционных изюминок Рязанского праздника победы это выступление, показательное выступление к курсантам, десантникам, мастеров своего дела рукопашного боя. Проходилось принимать участие в личном подлоге? Да, да, конечно, в рамках подготовки, прохождения службы в учебном полке в Чистике, я был весеннего призера, поэтому мы, конечно, тоже тщательно готовились и показательные выступления нас осуществлялись. Конечно, здесь, можно сказать, на достаточно разнообразной линии режиссуры при постановке тех или иных номеров и выступлений, ребят, но в основном нельзя не отметить тот факт, что все они производятся качественно, с высокой такой четкостью исполнения демонстрации того, чему их обучают и сейчас непосредственно, скажем так, вынесение на общий суд народа для того, чтобы люди видели, к чему же на самом деле готовят наших солдат и офицеров вот в рамках обучения в училище, к чему они будут учить своих солдат, когда придет войска и вообще в некотором смысле наверное внушает определенное чувство уверенности в том, что наши рубежи находятся под надежной защитой. Да, да, вот достаточно только на их лица посмотреть, тут никаких сомнений нет, мы под надежной защитой. Лица покрыты писанковым камуфляжным составом. А это какой-то особый состав? Ну, вы знаете, конечно, в боевых условиях это используются там, ну, подручные средства такие там, как может там сажа, или что-то, а так вообще, да, это специальные средства такие. А вот зачем в боевых условиях покрывать лица сажем? Дело в том, что человеческое тело помимо одохотворенности еще имеет не только как в особенности темноте либо в естественных укрытиях лесу, кустах, на пересеченной местности либо еще в каких-то ну, так назовем его так, сияния. И поэтому для того, чтобы человеческое лицо обрисово не выделялся, вот такими полосами сбивает. Это называется вообще прям как маскировка. То есть, это на самом деле прием. Это не просто для красоты себе лица намазали чем-то, чтобы пострашнее казаться. Да, а тому можно было сказать, что это целая военная косметика. Нет. Пишу вас заверить, что это именно вынужденная мера и она обусловлена тем, что в первую очередь для достижения вот именно поставленных локальных целей и задачи скрытого передвижения, приближения к противнику ну и все прочие маневры обеспечивают. Традиционно это одно из самых зрелищных мероприятий в рамках главных торжеств на площади Ленина. Это, конечно же, вот именно выступление рязанских курсантов со стрельбами, пусть и холостыми, но все-таки патронами с рукопашным боем. Слушайте, а по-серьезному ребята? Ребята работают, да, в полном контакте. Но они не прибыли шадить, потому что десантные войска очень большое внимание уделяются рукопашной подготовке силовой и подготовке выносливости. Отдать должное Анатолию Георгиевичу Концевому, сам являясь спортсменом, он и своим подчиненным не дает спуску. Вот мы видим хорошая техника исполнения всех приемов продемонстрирования. Кстати, Анатолий Георгиевич Концевой находится в Москве и наши десантники уже прошли по брусчатке Красной площади, я так понимаю. Я думаю, что мы нигде не пострамились и уверен в том, что под руководством такого достойного человека было существенно торжественное прохождение по Красной площади. Генералу Концевому, хоть он нас сейчас и не видит, особый привет нашему начальнику Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Да, согласен. Ну что ж, напоминаю, что в данный момент работает жюри, которое определяет победителей праздника песни в солдатском строю. Скоро мы узнаем результаты этой интриги, кто же стал, что называется, победителем. А пока продолжаем выдать выступления курсантов-десантников. Отлично, ребята, выступили, используя спецсредства, вот под прикрытием дыма уходят. И вот иногда по попадающим в кадры лицам ветеранов, не только локальных ветеранов ВДВ, возглавляемых Александром Ачаловым, мы видим, что люди тоже довольны на площади выступлением, ребят. Оценка, да, аплодисменты. Так, ну тут, кажется, главная интрига приближается. Давайте звук погромче, слушаем. Победы в составе карнизона. Мы приветствуем карнизон и ждем его на площади. У нас сейчас есть возможность взять, включиться с площади с интервью. Олеся Харлина и Глеб Галушкин рядом с ними. Насколько я понимаю, находится глава муниципального образования в городе Рязань, председатель городской думы Андрей Кашаев. Ребята, вам слово. Мы продолжаем прямую трансляцию с площади Ленина, где проходит День Победы. И к нам присоединился глава города Андрей Кашаев. Здравствуйте, дорогие рязанцы. От всего сердца поздравляю вас с Великим Днем, Днем Победы. Здоровья вам, радости, счастья. Сегодня по-новому оцениваешь ту важность, когда необходимо помнить свою историю, знать ее. И мы ее знаем, и помним, и все сделаем для того, чтобы эта священная память, она никогда не ушла ни из наших сердец, ни из нашего сознания и разума. С праздником, дорогие мои. Здоровья, сил, успехов и мирного неба над головой. Низкий поклон ветерамам и вечная память тем, кто не дожил до этого светлого дня. С праздником! Спасибо. Поздравление главы муниципального образования города Рязани Андрея Кашаева. Он находится непосредственно на площади Ленина. Ну, а два депутата, Сергей Караев и Евгений Зызин в студии на Скомарошинской продолжает комментировать то, что происходит на площади Ленина. Сережа, ну вот, хочется на площади сейчас. Да, если честно, вот так вот, да, в душе испытываю такое, знаете, ну, не сожаление, конечно, у каждого в нашей жизни и на празднике, естественно, своя роль. Кто-то должен стоять втроёх, кто-то вот кому-то выпало честь и комментировать. Ну, это тоже большая работа. У нас, я надеюсь, видят многие и те, кто не смог попасть на парад, сейчас благодаря картинке, которую передаёт телеканал Городской, видят вживую, что там происходит. Ну, а сейчас на площади участники праздника «Песни в солдатском строю» слушаем площадь. «Площадь!» Песня «Песни в солдатском строю» «Семеное на лесках» «Это радость» «Со слезами на глазах» «День победы!» «День победы!» «День победы!» «День победы!» Все участники праздника «Песни в солдатском строю» сейчас все девять коробок заняли свое место на площади Ленина. Исполняют, наверное, главную песню. Главную песню «Великой победы» главную песню сегодняшнего дня, дня 9 мая. Я бы хотел сказать, что, наверное, это одна из самых любимых песен для нашего народа. Почему? Потому что, находясь иногда даже в барах-караоке где-то, если я попадаю в бар-караоке, то я обязательно за вечер, ну, минимум, один раз слышу из половины Дня Победы. Это народная песня, это народная песня, и вот это обо всем говорит, то есть там бар-караоке, казалось бы, там, ну, современная музыка больше, но День Победы знают наши дети, самые маленькие дети. Это самое главное, что как бы там ни было, современный антураж, мы уже знаем с процессом своего взросления, что разные музыкальные эпохи и стили. Вот Алексей Геннадьевич Баталов у нас присутствует тоже. Коллега наша по городской Туве в черных очках. Да, очень хорошо, то есть наши депутаты, они не выделяются из народа, а с народом празднуют. Ну, на самом деле, все депутаты у нас принимали участие активное в организации фронтовых полях, и в поздравлении ветеранов, и в награждении их медалями, да, а вот люди просто на трибуне тоже стоят, подпевают. Большая работа была проведена именно по предварительным мероприятиям в преддверии Дня Победы, чествованию ветеранов и тружеников тыла, и при посещении хотел бы отметить и в Превске, когда проводилось в Дворце культуры и в Мальчевской богодельне, уж там, чтобы не являться таким скрытым рекламщиком, я все-таки не буду называть организаторов, с огромной благодарностью, не менее, поминая эти мероприятия, хотел бы сказать, что были проведены на уровне, ветеранам оказали чествование, произносили им речи, посвящения, но, к сожалению, при нахождении в Мальчевской богодельне, хотел бы отметить, что состояние у многих достаточно плохое уже, и их периодически вынуждены забирать были на процедуру. Сергей Ильич, предлагаю послушать площадь Ленина, что там сейчас происходит, сделайте звук по-бромче, ребят, пожалуйста. Пока ничего не происходит. Начинаем церемонию награждения с награждения за участие в конкурсе. Трои застыли в ожидании. Награждение проводит ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Сергеевич Черничкин. Дмитрий Сергеевич Черничкин, о котором мы сегодня говорили в начале нашего репортажа, будет награждать сейчас. Достойнейший человек. Специальный факультет Рязанского высшего воздушно-десантного командного ордена Суворова дважды краснознаменного училища имени генерала армии Маргелова. Подполковник Лучаев Роман Викторович. Отлично. Поздравляем товарища подполковника Романа Викторовича. Спросит подниматься на трибуну. Роман Лучаев сейчас поднимется на трибуну. И Дмитрий Черничкин, наш заслуженнейший ветеран, наша гордость, вручите ему награждение. Управление Рязанского высшего воздушно-десантного командного ордена Суворова дважды краснознаменного училища имени генерала армии Маргелова. Полковник Быченко Николай Владимирович. Поздравление, это, наверное, второе место. Нет, 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 это, я понимаю, пока идут награждения за участие. А, за участие. Призом зрительских симпатий награждаются выпускники Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказания города Рязани, полковник внутренней службы Юрин Алексей Анатольевич. Приз зрительских симпатий. Слушайте, ну девушки, девушки почему-то не получили приз зрительских симпатий, значит ждет более серьезная награда. Наверняка, наверняка. Я думаю, здесь всех участников можно благодарить, потому что такое хорошее, высокое качество подготовки, демонстрации. Действительно, это, что с парада победителей пошло, то есть когда вот это вот огромное количество людей появилось на площади с фотографиями. Благосовленные. Награды за третье место. Награждение проводит глава администрации города Рязани Олег Евгеньевич Булеков. За третье место награждается Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области, подполковник полиции Шевелев Александр Васильевич. Курсанты, сотрудники Управления МВД по Рязанской области, курсанты Рязанского филиала Московского университета МВД России получают награду за третье место. Третье место в конкурсе «Песня в солдатском строю». Призом зрительских симпатий награждается второй батальон специального назначения Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища подполковник Шушманов Дмитрий Геннадьевич. Пока проходит церемония награждения, у нас есть возможность включить площадь Ленина, включить интервью. Олеся Халин и Глеб Галушкин там работают. Ребят, пожалуйста, вам слово. Ну а вот и связь поколений, нынешние и будущие защитники Отечества. Представьтесь, пожалуйста, нашим телезрителям. Андрющенко Александр Алексеевич. А молодой человек? А молодой человек Сухоруков. Даниил Кириллович. Скажите, а в каком составе вы сегодня здесь и кого вы поздравляете? Я сегодня в составе своей семьи с дочерью, которая также является старший лейтенант, зять, внук, мы в этот светлый день, святой день, хотим поздравить всех ветеранов, всех жителей города Рязани и гостей этого города с величайшим праздником, 70-летием победы советского народа в Великой Отечественной войне. Поистине это святой праздник. Он принес победу, а значит свободу всем жителям большой великой страны Советский Союз, а ныне преемницы Российской Федерации. Безусловно, мы не могли просто остаться дома. Мы пришли сюда, чтобы поздравить еще раз, пожелать, во-первых, здоровья и долголетия ветеранов, а счастья и благополучия всем, 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 без исключения. Спасибо, с праздником вас еще раз и вас, уважаемые телезрители. Спасибо, спасибо, Олеся. Ну, пока вот было вот это интервью и поздравление, мы, по-моему, пропустили, кто же у нас стал победителем. Номинанта, номинанта. Воздушно-десантного, командного ордена Суворова, дважды краснознаменного училища имени генерала армии Маркелова, подполковник Добикас Робертас Альпредо. Ну, что ж, ВДВ, никто, кроме нас, все-таки не пропустили. Мы победителей. Рязанские десантники победили и здесь. Поздравляю, Сергей Антеевич. Спасибо за благодарность, да, принимает. Ну, не умоляю, отнюдь роли всех остальных участников родов войск и министерств. Спасибо за этот праздник. Рязань благодарит вас. Ну, что ж, действительно, спасибо. Спасибо всем нашим военным, кто был сегодня в строю на площади. Загон, марш! Коробки расходятся с центральной площади нашего города, с площади Ленина. И сейчас, по традиции, уже... Ох, какие девчонки... И сейчас, по традиции, уже здесь начнется праздник Здравствуй, мир! Вот дети, цветы жизни занимают нашу главную площадь. И сейчас она на несколько минут станет пешеходной зоной. Ну, тоже традиция собирания... Гильз. Гильз, да, отстрелянный гильз для любого мальчишки. Я вот помню свое детство. Найти гильзу на площади Ленина. У меня до сих пор дома где-то есть сохраненная с тех еще парадов 80-х годов гильза. Да, я уверен, что и мою мама где-то хранит. Поэтому главные хранители наших ценностей мальчишеских, родших на подвигах наших дедов и отцов, конечно, это наши матери, низкий им поклон тоже, что являясь детьми войны, большинство или первым поколением послевоенным, они все-таки воспитали нас такими достойными людьми и дали в жизни правильное направление. Ну вот сейчас, скажем так, милитаристская часть торже закончилась. Мы увидели всю силу и мощь нашей армии. Рязань это военный город, Рязань это столица ВДВ. Рязань это город, рождающий героев. И мы увидели, мы поаплодировали нашим военным, а сейчас у нас начинается праздник Здравствуй мир. Уже мирная часть, которая стала возможным благодаря 9 марта, благодаря Дню Великой Победы. И символично, что и военная мощь, и мирные выступления, скажем так, мирная красота, они слились в этот день воедино. И сейчас все те, кто пришел на городскую площадь, и наши телезрители также смогут увидеть выступления наших коллективов, и насладиться им. У нас обязательно еще будут интервью с площади Ленина, обязательно будут прямые включения наших корреспондентов. Пока предлагаю взять небольшую паузу, буквально на 3 минуты, и послушать стихи о войне, стихи, которые читают молодые люди, наши будущие поколения. Пожалуйста, в эфир. Пожалуйста, в эфир. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Но все короче их не стройный ряд Пока нам есть кого благодарить Давайте будем помнить и любить Давайте будем помогать Пока они не вознеслись на облака Пусть далеко от нас ухла война Тех, кто остался, поддержи страна Пока они приходят на парад Пока глаза их радостно горят На блике солнца звездочках наград Пока еще идет не стройный ряд Жди меня и я вернусь Только очень жди Жди, когда наводят грусть Желтые дожди Жди, когда снега метут Жди, когда жара Жди, когда других не ждут Позабы вчера Жди, когда из дальних мест Писем не придет Жди, когда уж надоест Всем, кто вместе ждет Жди меня и я вернусь Не желай добра Тем, кто знает наизусть Что забыть пора Пусть поверят сын и мать В то, что нет меня Пусть друзья устанут ждать Сядут у огня Выпьют горькое вино Напомин души Жди и с ними заодно Выпить не спеши Жди меня и я вернусь Всем смертям на зло Кто не ждал меня, тот пусть Скажет повезло Непонятно ждавшим им Как среди огня Ожиданием своим Ты спасла меня Как я вышел, будем знать Только мы с тобой Просто ты умела ждать Как никто другой С праздником, дорогие друзья С днем Великой Победы Телекомпания Город Телеканал Городской Продолжает прямую трансляцию С главной площади города Здесь сейчас Завершились основные Скажем так, торжества И праздник Здравствуй, мир Здравствуй, мир Дети на площади Дети цветы жизни Мирное, синее Прекрасное небо над головой Прекрасное настроение В студии Евгения Зизина Сергей Караев Сергей Антеевич Как впечатления? Дорогие друзья Добрый день Всем, кто присоединился Поздравления наши С Днем Победы С величайшим праздником Для нашей страны Ну, хотел бы отметить Что мы сейчас После демонстрации Нашей воинской подготовки Могущества И исполнения Строевых военных песен Перешли к мирной части Нашего праздника Причем Все мы понимаем Взаимосвязь Что Именно демонстрация Военного Нашего могущества Она необходима В первую очередь Для того, чтобы Продемонстрировать Что мы готовы Защищать то, что мы дорожим Вообще То, чем мы дорожим Кем мы дорожим Это наши дети Вот они демонстрируют Выступление на площади Показывая нам Что единение Всех возрастов Нашей страны И стар И млад Как говорится Все в строю Все рады Все друг друга Поздравляют И демонстрируют Путем общения Либо выступления Выступления Ну и вот у нас Сейчас есть возможность Пообщаться с площадью Ленина вживую Напомню Там работают Наши журналисты Глеб Галушкин И Олеся Харлина И сейчас у них Есть очередной собеседник Ребята, пожалуйста Площадь Ленина Вам слово Мы с удовольствием Продолжаем приглашать К нашей видеокамере Рязанцев Которым тоже есть Что сказать сегодня Это Александр Тимофеевич Бирюков Наш давний знакомый Александр Тимофеевич Кто воевал В вашей семье? Ну, мои родители Были участниками Великой Отечественной войны А мама Жены моей Валентина Петровна С юных лет Воевала в партизанском Атряне В Брянских лесах Прыгала с крыла самолета Была подровняком Разведчицей И пользуясь случаем Я хотел бы Поздравить всех рязанцев С великим праздником С 70-летием Победы Вот А также Своих родных и знакомых Всего доброго Спасибо вам большое С праздником вас С праздником Обращайтесь Когда надо Площадь Ленина Спасибо, Олеся И Сейчас у нас есть возможность Вам показать То, с чего начинались Сегодняшние торжества По традиции Они начинаются С Площади Победы Там происходит И возложение цветов К монументу И Парад И вот сейчас Наша съемочная группа Которая работала На Площади Победы Подготовила Материал Оттуда Краткая выжимка Того С чего Начинались Торжества В честь 9 мая Я сейчас Попрошу Поставить в эфир После чего Обязательно Вернемся Еще в эфир На Площадь Ленина Раннее утро Яркое майское солнце День Победы У памятника Надежды Чумаковой Собрались люди Самых разных возрастов И у всех в руках Портреты участников Великой Отечественной войны Погиб он в 37 лет 27 января Исполнилось ему 37 лет А 4 марта он погиб Погиб в Эстонии В 75 году мы нашли его могилу Ездили туда Возила сына Возила мать А сейчас наверное могилу в Эстонии Сравняли наверняка с землей Вы же знаете какие сейчас там события Это отец моей жены Мой тесть Почему решили сегодня принять участие в акции? Ну вообще такие акции должны быть почаще И наверное все таки Как сказать Горд за свою страну Дорог этот праздник Вот наверное поэтому и здесь Вот у меня два моих деда Вот этот дед был пулеметчиком Снайпером У него орден славы за победу За то что он в одном из боев Снайперским огнем Застрелил 14 фашистов Из пулемета Но смог Вот А этот дед воевал на Дальнем Востоке У него медали за победу над Японией И у него орден Красной Звезды Вот этот дед у меня был связистом Это фотография моего тестя Гриба Василия Семеновича Уроженца Касимовского района Деревни Кочимары Вот он 23 года рождения Из своего класса, из мальчиков Единственный живой вернулся Вот сражался на Прибалтийском фронте Вот Был награжден боевыми наградами Орден Красной Звезды Вот и медаль за боевые заслуги Мой прадедушка Ярцев Василий Петрович На украинских фронтах Освобождал Польшу, Венгрию, Румынию Награжден орденом Отечественной войны Первой и Второй степени Орденом Красной Звезды Медалью за отвагу И за взятие Будапешта Мама А расскажите про нее Кулизнева Проскова Александровна Призвалась в 43-м году Северодвинска Служила в химбатальоне 80 километров не дошла до Берлина В конце 45-го демобилизовалась Прожила 89 лет Вот 4 года назад умерла Два дяди, два деда наших Пропавшие без вести Вы семьей здесь сегодня? Да, всей семьей Еще половину семьи ушли чуть-чуть и гулять Ну и что, хорошо А расскажите, почему решили принять участие в сегодняшнем? Обязательно, день победы Тем более люди пропали без вести Они же должны участвовать Хотя бы память Они все равно там, наверное, видят нас И знают о том, что мы чтим, помним их Акция Парад Победителей проходит в нашем городе с 2013 года В этом году она собрала более 40 тысяч человек Уважаемые участники Парада Победителей Я поздравляю вас с самым радостным, самым желаемым и самым светлым праздником Днем 70-летия Победы в Великой Отечественной войне Через несколько минут вы пройдете торжественным маршем по улицам областного центра Вместе с вами в этом строю будут ваши отцы, деды, прадеды, солдаты-победители Символично, что именно отсюда, по этой дороге, по этой улице Рязанцы уходили защищать Москву По этой же дороге возвращались домой после Победы Теперь они вновь среди нас Пока мы их помним, они действительно бессмертны Как бессмертен их немеркнущий подвиг Герои Великой Отечественной войны и живые павшие Теперь навсегда с нами Несломленными потерями и поражениями страшного 41-го Через Сталинград, Севастополь, Курскую дугу, Днепр Изиеловские высоты, они дошли до Берлина Водрузив знамя Победы над Рейхстагом В невероятно трудных героических сражениях Советские солдаты победили, освободив мир от фашизма Торжественное шествие традиционно началось на площади Победы С построением территориального гарнизона Заправиться Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» 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 День Великой Победы День Великой Победы Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! И сейчас у нас еще одно включение с площади Ленина Олеся Харлина и Глеб Галушкин, наши журналисты, которые работают на площади Рядом с ними сейчас один из главных участников сегодняшнего действия Это все действия ради них Это наши ветераны и ветераны Великой Отечественной войны Ребята, пожалуйста, вам слово для интервью И мы вновь на площади Ленина К нам присоединился ветеран ракетных войск стратегического назначения Виктор Иванович Айинович Большой праздник Огромный праздник для каждой семьи советского народа 70 лет Великой Победы Я как ветеран ракетных войск стратегического назначения Хочу поздравить вас всех с этой знаменательной датой Поздравить воинов, тружников тыла Детей войны, воинов-ракетчиков Всех-всех, что внес огромный вклад в достижение победы над фашистской Германией С праздником вас, дорогие друзья С юбилеем С юбилеем Спасибо, Глеб Спасибо нашему уважаемому ветерану Всех с праздником Всех с праздником Великой Победы Ну и сейчас уже, наверное, можно подводить некоторые итоги Сергей Атеевич, что запомнилось в первую очередь вот сегодня? Ну, вы знаете, все-таки для меня, как человека, отдавшего определенный период службе Родины Приятно и удивило, и подчеркнуло именно военная выправка участников парада Прекрасная строевая подготовка И по воле Божьей сегодня солнечная погода такая, которая дает прекрасную картинку Все это производит, ну, такое, знаете, впечатление на меня Вот именно в уверенности Да, неизгладимое Я очень рад, еще раз повторю, что вот возврат наших традиций Каждый народ возвращается к своим истокам И вот прохождение всех этих воинских подразделений По главной улице нашего города И завершение парада на площади Ленина Прием его правительством Правительством Рязанской области и города Ну, меня воодушевило, если честно У меня прекрасное настроение, надеюсь, как и у всех здесь присутствующих в студии С чем вас еще раз поздравляю Мало ли кто присоединился к нам чуть попозже Желаю всем прекрасного настроения И вот сейчас, наблюдая народные гуляния Мы видим, что очень большое количество детей Люди приходят с детьми Продолжают оставаться на площади с портретами своих близких Спасибо, деда, за победу Смотрите, какой прекрасный плакат Да, это слоган Слоган, да У меня, знаете, вот у меня, наверное, все-таки Главное впечатление сегодняшней трансляции Это многотысячная колонна парада победителей Да, очень большое количество Свыше 30 тысяч рязанцев 40 тысяч Вот Виталий Попов озвучил эту цифру И, мне кажется, не меньше Человек прошло по нашей главной улице По нашей главной площади С фотографиями своих дедов, прадедов, своих бабушек Всех тех людей, кто ковал победу Это очень здорово Да, очень, очень И вот еще раз подчеркну, что здесь вот именно вот этот душевный подъем У людей, которые сами изготовили в большинстве своем И вот для демонстрации Вот эти транспаранты Да, транспаранты, да Знаете, приятно, приятно Вот, ей-богу, что в самом деле люди Именно не то, что не стесняясь А именно с гордостью и с честью Вот это как-то преподносят И гордятся тем, что их родственники Ихние там родичи, предки И предыдущие поколения принимали участие вот в этом великом Готовили вот этот великий праздник Который мы уже отмечаем 70 лет Как бы это удивительно ни казалось Но уже сейчас находясь в том возрасте Когда осознанно начинаешь понимать Что такой длительный период времени В мире все-таки, как ни говори Таких масштабных войн больше не происходит Я считаю все-таки заслугой того, что именно вот наши предки Наши деды, отцы, матери, бабушки Все, каждый внес свою ленту в то, чтобы это Ну, воцарился мир во всем мире И вот уже 70 лет он продолжает там держаться Худо ли, бедно ли, как бы там ни было Но, как говорила там моя бабушка Она говорит, ну, мне бы, говорит, и кусочка хлеба хватило Лишь бы только войны никогда не было Поэтому это вот самое главное чувство нашего народа Что пережив вот эти все ужасы Где бы ты ни находился Либо в центральной части России Либо где-то там на уральском рубеже В Сибири Все вот это единение всех народов Проживающих на территории Советского Союза И вот в едином стремлении победить Чтобы наша многонациональная родина Не была подвержена никакому влиянию оккупантов Чтобы никто нам не диктовал никакие тут законы Мы сами в состоянии все это сделать И что самое главное, что мы победили И даже вот водворение флага на крыше Рейхстага И то было произведено, скажем так Не только представителям, скажем так, славян Но и Кавказа, Грузин, Кантария Это, вы знаете, тоже немаловажно Это говорит еще раз о том, что Наша общая победа Да, общая победа всего народа Не говоря уже там, что у нас есть много там Конфессий религионных Либо там национальных там Малых народов, больших народов Или как бы то ни было Она была действительно одна на всех И за ценой мы не постояли Ну и вот он мир Здравствуй мир Здравствуй мир Праздник на площади Ленина Дорогие друзья Всех с сегодняшним праздником С великим праздником С 70-летием Великой Победы Нам подходит время Завершать нашу трансляцию Но я хочу сказать, что праздничные мероприятия Продолжится сегодня весь день По всему городу В различных районах Пройдут торжества Пройдут концерты Сегодня центр города перекроют Еще два раза Первый раз для того Чтобы торжественным маршем По центральной улице Прошли наши курсанты-десантники Которые вернутся с парада победы На Красной площади Под командованием начальника Рязанского высшего воздушно-десантного училища Генерала Анатолия Концевого Наши десантники сегодня прошли по брусчатке Красной площади Приняли участие в главном параде страны И сегодня они пройдут по улицам Рязани Ближе к вечеру Когда вернутся с Москвы Если у кого-то есть желание Я думаю, что это стоит Поприсутствовать Стоит их встретить Поаплодировать им за их выправку Да, надо дать должное Молодцы ребята И, как говорится, со счетом Возвращаясь на родину Они это нам и продемонстрируют Поэтому по возможности, конечно Просили бы Жители нашего города Поддержать И поблагодарить их за представительство На великом военном параде В столице нашей родины Да И второй раз Центр города перекроет Уже ближе к вечеру Когда на площади Победы Начнутся массовые гуляния Концерт А в 10 вечера Как всегда Салют Салют Победы в Рязани Уважаемые друзья Проведите сегодняшний вечер Сегодняшний день В этом прекрасном настроении С этим прекрасным праздником Мы живем в мире Мы живем в согласии Мы едины И сегодня на городской Нашей центральной площади Мы это показали Показали Пройдя Парадом победителей Показали Это наши Воины Которые Продемонстрировали Свои знания Умения и навыки Просто замечательно Ну а сейчас Праздник Здравствуй мир Я хочу Назвать всех Тех Кто сегодня Работал Вместе с нами В прямом эфире В первую очередь Большое спасибо Группе компании Брикус Которая помогла Нам организовать Данную трансляцию Выступила Нашим партнером За режиссерским пультом Для вас сегодня Работал Глеб Ивкин Все техническое Сопровождение Легло на Мощные плечи Вячеслава Фролкина Звук обеспечивал Максим Акулин Операторы На площади Ленина Денис Беляев Михаил Лазуткин Дмитрий Ефимов За краном Работал Анатолий Цунаев Журналисты Глеб Галушкин Олеся Харлина Наталья Новикова Видеоинженер Выступал Артем Бухвалов За видеомонтаж Отвечал Владимир Бурцев Администрирование На себя взяли Мир Шахид Ехьяев И Геннадий Евсяков Руководитель нашей Компании Александр Анатольевич Кривощапов Ну а в студии Для вас Сегодня работали Евгений Зызин И мой коллега По Рязанской Городской думе Председатель Рязанской Региональной Общественной Организации Российский союз Ветеранов Афганистана Человек Прошедший Войну Сергей Караев Сережа Огромное Спасибо За то Что Сегодня Посвятил Два часа Работе В эфире Потому что Конечно же Очень хочется Быть В сердце В сердце Торжеств На площади Ленина И вот Я бы сейчас С удовольствием Присоединился Ко всем Тем Кто празднует День Победы Вот Здесь На асфальте На асфальте Наши главные Чуть попозже Присоединимся Дорогие друзья Рязанцы Ветераны Труженики Тыла Все категории Проживающих Граждан На территории Города Рязанской Области Еще раз Пользуюсь Случаем Прямого эфира Поздравляем Вас Желаем Вам Всего самого Наилучшего Прекрасного Настроения Проведения Праздничных Мероприятий Предстоящих Выходных И что самое главное Желаем всем Вам мирного Неба над головой Что до нашей Необъятной Родины Никогда Больше Не возникали Тени Врага С праздником С Днем Великой Победы Дорогие Рязанцы Дорогие наши телезрители Ура С Днем Победы Спасибо всем Кто был с нами Это была прямая Трансляция Которую Про вас провела Телекомпания Город На телеканале Городской Всего доброго С Днем Победы С Днем Победы С Днем Победы Бьется В тесной печурке Огонь На поленьях Смола Как слеза И поет мне в землянке Гармонь Про улыбку твою И глаза А тебе мне шептали Кусты В белоснежных полях Под Москвой Я хочу Чтобы слышала Ты Как тоскует Мой голос Живой Ты сейчас Далеко-далеко Между нами Снега и снега До тебя мне дойти Нелегко А до смерти Четыре шага Ой, гармоника В юге На зло Заплутавшее Счастье Зови Мне В холодной Землянке Тепло От твоей Негасимой Любви Редактор на берегу Корректор на берегу Екатер Корректор faces КорректорKA オнергет Продолжение следует...